Глава восьмая Утром следующего дня среди рабочих только и было разговоров о поимке бандитов до геройском поступке Ашки. За ночь следователи, очевидно, в поте лица поработали над Светошей и Черепом, и уже к обеду Черный Воронок с ними был в маховом. Нет, Светоши и Череп были, очевидно, нетранспортабельными и остались в изоляторе. Приехали одни НКВДшники и стали искать Кузьмича и Тумды. Нашли и огорошили. Где то место, откуда у вас стреляли жаканами? Трое вас было. Где этот хромой? Ну, Егор за хлебом, стал быть, уехал в пекарню. Там в селе надо было его ловить. Ладно, хватит вас двоих. Берите лопаты, топор, мешки и пару лошадей. Едем туда, к тому месту. Найдете то место? Да что его искать? Вон в той стороне час ходьбы. А гора, заросшая ельником, там? Оттуда в вас стреляли? Оттуда? Недоуменно переглядывались Кузьмич с Тумдой. А чего же не сообщили? Наседал НКВДшник. А чего сообщать? Мало ли в тайге стреляют. Саха-то поблизости ходил. Думали охотиться кто. Ладно, поехали. Заглядывая в записи блокнота, следователь задавал точные вопросы. Даже показывал ориентиры, по которым они подошли к бывшему логову бандитов. Расставив троих своих помощников по отдаль для охраны, он ткнул на замаскированный холмик свежей земли в обрыве. Здесь копайте. Скоро открылся обваленный ход в бывшее обиталище бандитов. Отыскали и запасной ход. Вытащив пистолет, следак зажурчал фонариком-динамкой, высвечивая стены и потолок землянки и кучи всякого хлама. Тут же были стопки одеял и простынь. Валялись пустые бутылки из-под водки, пустые консервные банки. В углу была лежанка, под ней несколько бутылок водки и горка консервных банок. Под тряпьем на лежанке лежала винтовка с примкнутым штыком. Пустая, без зарядов. «Все это в мешки и на лошадей грузить», — приказал следак. Погрузили. В следак сходил на противоположную сторону оврага, нашел бугорок земли, поросший бурьяном, с воткнутой палкой, с покосившейся перекладиной. Постоял, записал что-то в блокноте. «Так, поехали назад», — распорядился он. Кузьмич вел в поводу сивку, тюндя, кузана, навьюченных по два мешка на каждой. Найденную винтовку нес один из охранников. Приехали в маховой, погрузили мешки в воронок. Следак зашел в столовую и вскоре вышел оттуда с трясущейся Варварой. Она забегала вперед, по-собачьи заглядывала ему в глаза и, шлепая посиневшими губами, лепетала. «Ну зачем мне ехать на очную ставку, Макар Петрович? Я и так все скажу. Пойдемте, отобедаем. У меня отдельная комната есть». «Досы-то я набедался у вас, Варвара Филатовна. Догадывался о ваших шашнях с этим комендантом. Но чтоб так, чтоб на полном довольствии вашим он был. Это ни в какие ворота не лезет. Неужели он жив? Вася, о, булавин!» Рассеянно тряслась она. «Жив-жив! И сдал вас со всеми потрохами. С участницей пойдете, голубушка!» «Ой, горе ты мое!» — повалилась Варвара на колени и затряслась в рыданиях. «Молчанов!» — крикнул следак одному НКВДшнику. «Проведи даму в карету!» Варька с трудом влезла в воронок, который тут же уехал. Растерянный Кузьмич с Тюмдёй и столовские бабы долго еще стояли и смотрели ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. «Варка нет? Столовка закрыть?» — осторожно, — спросил Тюмдя баб. «Сейчас прям, так и закрыли. Свято место пусто не бывает. Вон, если чё, литку поставят. Жрат выехать больше будет. Это не будет растащихой». Ничего не понявший Тюмдя жаловался Кузьмичу. «Баба много говорил, никак понумать. Совсем как нет обед. Пошли-ка, скорее отсюда, пока не вернулись эти. А то и мы с тобой загремим соучастниками. Зачем вернуться? Идем к конюшне. Вот это лучше будет, как до пацана не добрались. Бандюги наплетут зазря и втянут парнишку до кучи. Зачем кучи? Аж камородец. Медаль «Грудь надо». Выпятил грудь. Тюмдя. «А, ага, герой в заднице, здоровь!» — пробормотал Кузьмич. «Забыл, как тебя загребли. А виноватить человека расплюнуть. Пошли!» — рассердился Кузьмич, и они потянули лошадей к конюшне. В конюшне около Мохнатки суетился Ашка. Она спокойно стояла и хрумкала бурьян, очевидно принесенный уже им. Он щупал лошади больную ногу. Мохнатка позволяла, стояла спокойно. «Скоро побежит?» — спросил Кузьмич Тюмдя, когда они подошли к стойлу. «Два неделя и нету ноги, палочка. Совсем будет хороша». «Да, вижу, уж немного наступает на ногу», — удовлетворенно заключил Кузьмич. «Ну что, ожил, отдохнул немного?» — Кузьмич весело смотрел на Ашку. «Хороша живая, заулыбался пацан. Давай-ка что-нибудь перекусим, а то ты совсем утащал». «Да, кушать чай согрел костер». «Ай, молодец!» — воскликнул Кузьмич. А Ашка метнулся в конюховку, где под хомутами были спрятаны мешки, привезенные из тайги при поимке бандитов. Ашка вытряхнул из одного мешка его содержимое. На пол выкатилось десятка-два банок тушенки и сгущенного молока. «Вот это да!» — ахнули мужики. «А это что?» — Кузьмич поднял с пола две новые простые. «Менога, как это такое, и одеялко сипать!» — выпалил Ашка. «Нету!» — развел руками пацан. «Ага! Тяжело было везти все мешки, и ты одеяло в мешки и на дерево!» Ашка кивнул головой. «А место запомнил? Когда-нибудь съездим туда, заберем!» Ашка живо стал объяснять, что через кедровый локоть не так уж и далеко, и он все хорошо запомнил. «Там такая гора невдалеке, внизу ручей!» «О, зуба давал!» — для убедительности черкнул пацан ногтем большого пальца по зубам. Совсем как эта урка-зэка. Вдруг разозлился тюмда. «А откуда ж ему графьевских манеров набраться? Живет-то пацан средь варья да блатоты. Хорошо хоть так, а не хуже. Совсем не надо урка, не надо блатота. Разозлился совсем старый калмык. «Ладно тебе, ладно!» — похлопал его по плечу Кузьмич. «Ты, слышь-ка, Ашик, половину банок сгреби в наш мешок и отнеси в пустое стойло в яслях. Прикрой бурьяном, то кабы вороны не нагрянули да не отобрали. Ведь все видели, в мешках трофей какой-то был. А в другом чём мешке? Ага, сухари. И сухарей от половинь. Идёмте-ка чай пить». Сидя у костра на чербачках, они неторопливо размачивали в чай сухари. Поддевали ножами из банки тушёнку. Ашка проковырял ножом в банке дырочку. Блаженно сосал сгущёнку, закрыв глаз. «Вишь, как на войне. Трофей добыл тяжёлым трудом. А малец ведь ещё совсем!» — сокрушался Кузьмич. «Оружию-то всю сдал властям. Ничего себе не оставил!» Весь оружие пистолетка давал. Развёл руками пацан. Вот как это ножико себе дарил. И задрав штанину от своего уродливого сапога, он вытащил из привязанного к ноге чехла кривой нож с костяной ручкой. «Ух ты!» — восторгались мужики, рассматривая искусно сделанный нож. «Не видал я ещё таких. Ручка-то из дорогой кости не отберут власти?» «Может, сдать?» — сомневался Кузьмич. Один ножик жмачка давал красивой ручка. «Финку!» — подсказал Кузьмич. «Финька!» — мотнул головой пацан. «Мы тут, знаешь, из-за тебя переживали. Думали, в тайге пропал». «Калмык мало совсем. Ашка тайга пропадал плохо. Элтя визял, и калмык маленький родил. Ашка нету, тарт же есть». «Как это?» И он руками покачал, показывая равновесие. «Эй, брат, пока ты по таге бандитов ловил, тут мы тоже время даром не теряли. Во втором бараке парочка молодых калмыков живёт. Элтя чурочку пилила газогенераторным трактором, а зомба, друг её, сучкорубом работал. «Ребёнка родили», — выдал Кузьмич. «Хороша!» — заулыбался пацан и бегом кинулся в конюшню, и, выскочив оттуда, он потряс двумя простынями. Потом побежал снова и положил на землю две банки тушёнки и две банки сгущённого молока. Вот это вот, как это. И он быстро затраторил по-калмыцки. Тюмдя согласно кивал головой и потом сообщил Кузьмичу. «Калмык совсем умная человек. Подаркашка делать маленьким жеребёнком». «Кому-кому?» «Ну, этот, который Элтя родил. Какой ты, ну, понимать!» — сердился Тюмдя. «Элтя жеребёнка родила?» Тюмдя смущённо развёл руками и по-калмыцки объяснил Ашке свою ошибку. Смеялись до слёз. Потом собрались и пошли во второй барак и вручили смущённой калмычке свой подарок. Элтя заплакала от радости и, согрев у печки простыни, тут же стала заворачивать крохотное красное тельце ребёнка в чистые простыни. Неимоверное тряпьё, в которое был завёрнут малыш, она стыдливо убрала под топчан. Качая головой от увиденной убогости и нищеты молодой матери с ребёнком, Кузьмич распорядился. «Ашик, дуй на конюшню и войлочную попону из конюховки, ту, которой накрывали мохнатку, неси сюда». Ашка убежал. «Ну, растите здоровыми». И старики вышли из барака. «Придётся на днях тебе пасти лошадей, а мы с Ашкой в тайгу двинем. Одеяло да просто не принесём, который пацан в тайге оставил. Вишь, молодой мамашке сгодится. Да и какую-нибудь люльку давай сгородим, что ли, потолку привесим, пусть качает малыша бабёнка». «Как скажешь, начальник?» Серьёзно ответил ему Тюмдя. Подходя к конюшне, ещё издали они увидели стоящий чёрный воронок. А беспокойные старики зашли в конюшню и увидели троих НКВДшников, роющихся в коморке конюховки. Они тщательно осматривали стены, хомуты и ножами вспарывали консервные банки с тушёнкой и молоком. Растерянный Ашка стоял у стены, его допрашивал следователь, который увозил Варвару на очную ставку. О ней, кстати, так и не было ни слуху, ни духу. Пацана обыскали, но кроме ножа ничего не нашли. Нож-то брали. Не положено. Холодное оружие. Тем более пацан. «Вы кто?» Сразу огорошил их следак. «Где золото?» Напирал он. «Помилуйте, какое золото!» изумился Кузьмич. «Какое отобрали у бандитов?» «Ашка!» «Отдай всё, что ты взял у бандитов!» Попросил его расстроенный Кузьмич. Весё давал жмачка. Дива, ружье, ножик совсем один себя дарил, как эта русская трофей, как война. «А эти консервы, сухари!» «Почему не отдал?» Сузил глаза следак. «Это сивка-пузанка возил сам. Моя уставал совсем на пунду, мать, спать надо». «Чё он тут городит?» Следователь уставился на Кузьмича. «Сивка и пузан — это украденные бандитами лошади, на которых пацан привёз их и мешки. Лошади вон, в стойлах стоят. Оружие, говорит, всё отдал участковому Жмакову. Финку, кстати, тоже отдал. А этот нож вроде как трофей взял. Он же по дереву режет. Вон, смотрите, фигурки разные стоят. «Хм, это он резал?» — удивился следак. «С одним глазом». «Да уж как война распорядилась. Со всем пацаном был, немец бомбил, осколком глаз выбило. Сирота он. Отца там же убило на его глазах. Мать недавно тут умерла. А ему Господь таланту отпустил немерено. Пацан смышлёный, честный, учиться бы. А мешки почему не отдал? Честный, ничего себе!» — похотел папироский следак. «Но мешки-то на лошадях были. Он знал, что там, кроме еды, ничего нет». Отащал парень. Никто ж о нём не заботится, зарплаты нет. Ну и посчитал, что это не столь важное, как бандиты и оружие. Вот и не снял мешки. Да и уставший, бессонницей заморённый был. Не до того было. Лошади сами на конюшне пришли, а он за ними. А золото калмыки боятся, как огня. «Почему?» «Док они и так в беде. А золото ещё большая беда. Всегда смерть и тюрьма. Откуда знаешь? Сидел?» «Не, упаси Бог, тут ж не родился здесь. На глазах моих сколько чего из-за золота было?» «Не приведи, Господь. И пацану об этом толдычу завсегда. А бандюги могли напраслину на пацана наговорить. Мол, в мешках золото. Шутка ли? «Пацан, соплёй перешибёшь. До таких бугаёв повязал. До сюды, скрысь мытарство их доставил. Вот по злобе и наплели». «Да, а как ты этих бандитов повязал и на лошадей погрузил?» Спросил следа к Ашку. «Ты не пунумать?» Удивил Сашка. Пьяный бандитка был. Минога водка кушал, спал. Ашка бандитка вязать, Сивка землю ложить, Бандитка спина катал. У занка яма водил, Черепка на спинку катал. «Закончил пацан». «А ты в тайге золото не спрятал?» Опять спросил его следак. «Нету?» «Уга». «Нет», — замотал головой пацан. «Ну чё, все банки перепортили?» Усмехаясь, спросил он НКВДшников. «Так точно. Ну, давайте по машинам». «А это куда?» Показал старший на раскрытой банке. «Куда-куда?» «Не тебе жрать-обжираться. Оставь на месте. Сходил бы туда, где их добыли, Тогда бы беспокоился о них. Вдруг вызверился на них следак». «Да мы ничего, как прикажете!» Растерялись они, выходя из конюшни. «Так ты говоришь, не видал золото у бандитов?» Переспросил следак. «Уга». «Нет, нету», — задумчиво произнес Ашка И добавил что-то по-калмыцки, Показывая себе на глаз. «Чего он сказал?» Глядел следак на Кузьмича и тюмдю. Кузьмич пожал плечами, А тюмдя покачал головой и встревожно сказал. Он говорил последнюю глазу ножик Кали, Не видел он золота. Следак нагнулся, взял с пола изъятый у Ашки Нож в чехле и, держа его в руках, Посматривал то на нож, то на пацана. Тюмдя медленно опустился на колени, Сжал виски руками и, задохнувшись, шептал. «Не надо, не надо!» Кузьмич, схватившись за грудь, Прислонился к стене на дрожащих ногах. Ашка, не мигая, смотрел в пустоту конюшни. Следак поиграл ножом, То вталкивая его в чехол, То вытаскивая, и вдруг протянул его пацану. «На, держи! Смотри, только аккуратно работай с ним! С собой не носи! Нельзя!» «Хорошо?» Ашка молча кивнул головой, ничего не видя. Слезы застлали его глаз. Тюмдя, зажмурившись, так и стоял на коленях. Следак осмотрел их, И, дотронувшись до головы Тюмдя, спросил. «Слышь, старик, Это ты был тогда зимой у полейницы, Когда убийцу веревкой связали И оставили на морозе в знак наказания? Кстати, веревка твоя была?» «Мой веревка, моя вязал, Клинка не виноватый, Свистунка убил бычка, Моя можно Турима садить, тюрьма». «Да ладно тебе! Разобрались мы! Не виноват ты! Я к тому, что мастера Калмыки веревкой вязать, понял? Будем понумать!» Вставал на ноги Тюмдя. «Баночка можно кушать?» Уже весело спросил он следака. «Ха-ха-ха! Можно, можно!» Смеясь ответил тот, выходя из конюшни. «Пацану помогайте!» Добавил он. «Хороший калмычонок у вас!» Все молча смотрели ему вслед. Заурчал отъезжающий воронок, Оставив после себя бензиновые запахи, Перебившие запахи конюшни и вскрытой тушенки. Через два дня был выходной день По случаю празднования Международного дня солидарности трудящихся. Первомая. Везде алели лозунги. Встретим первое мае Ударными трудовыми успехами. Товарищ, Будь бдителен К проискам врагов социалистического государства. Ашка часто останавливался около лозунгов И, шевеля губами, Долго и медленно перечитывал написанное. «Че, герой, про себя читаешь?» Смеялись мужики. Хороша картинка рисовал Ой, умный человек! Радостно восхищался Ашка. Наделенный природой, Даром художника, Он всегда с почтением Относился к творению рук человеческих. «Хе-хе, брат! Нашему Веньке поставь бутылку, Он тебе че хош нарисует! Тебе б у него поучиться! Он башка! Не глядишь-то хромой!» Разъясняли мужики Про леспромхозовского художника, Писавшего лозунги. А при надобности Иконки старухам. Еще до войны, Учась в школе, Венька был незаменимым Оформителем стен газет. Даже становился Неоднократным победителем Районных художественных выставок. Рисовал чем угодно И где угодно, Лишь бы рисовать. А потом война. Рисовал и там. На радость бойцам-товарищам Разные карикатуры. Военные высшие чины, Рассматривая его Мимолетные рисунки, Поговаривали. «Художественную академию Вас, товарищ Зимцов, Рекомендовать будем По окончании войны. Не за горами конец ее. Да жить только надо бы До ее конца!» Мудро рассуждали Старослужащие. Вот в чем Основная закобырка. Дожить-то дожил, Венька. Да под Кенингсбергом Шарахнуло его Прямо в художественной Мастерской, Где он, Разинув рот, Рассматривал Картины и скульптуры Хозяина, Несмело вышедшего Из коморки. Поклонившись, Он на ломаном Русском языке Спросил. «Русище мастер?» Кивнул он На десятки Разноцветных бутылочек С красками и кисти С карандашами, Торчащие из банок. «Ага!» «Рисуй маленько!» Оскаблился радостно Венька. «О, коллега!» «Бите!» «Шалоста!» «Пошалоста!» «Рисоваль!» «Путем знакомить!» «Канс Тихман!» И он протянул ему руку Венька крякнул Покраснел Повертел головой По сторонам «Хе!» «Ганс, значит, Е-е-просете!» «Да ты знаешь, Меня на месте Расстреляют Ежели увидят, Что я тут Лапаюсь с тобой Из-за вас Гансов И война идет Нихт Найн Ганс Замахал Перед своим лицом Указательным пальцем Старый немец Гитлер Швайне! Гитлер Война! Гитлер Капут!» «Ага!» «Все вы так говорите Сейчас, когда у вас Вот поприжали-то!» И Венька, Часто поглядывая На хозяина, Быстро заширкал Огромным черным Карандашом По листу бумаги, Закрепленному На наклонной подставке Второй рукой Он продолжал Держать автомат «Хей!» «Вот тебе память О русском солдате!» Размашисто Расписался он На листе И восторженно Продолжал рассматривать Громадный Угольный карандаш В палец толщиной «О!» «Гуд!» «Гуд!» «Хорошо!» «Есть Гроссмайстер!» Ганс взял Подставку С рисунком Подтащил К огромному Зеркалу Висящему На стене И восхищенно Качая головой Рассматривал себя И сравнивал С рисунком «О!» «Это есть Оригинал!» В разбитое окно Кто-то зло Крикнул «Земцов, Мать твою! Долго ты будешь Еще торчать там! Догонять своих надо!» «Да щас!» «Сейчас!» Лихорадочно Зашарил глазами По картинам Боец Стараясь что-то запомнить «Момент!» Засуетился Хозяин И стал Сгребать В холщовую сумку Какие-то пузырьки Маленькие Пакетики Кисти Карандаши Короткий Тугой Рулон Бумаги «Презент!» «Битте, пожалуйста!» «Ганс солидарность!» И он Буквально Стащил С плеч Веньки Тощий Солдатский Вещмешок И затолкал Туда Свой дар «Да ты чё, отец?» «Тебе с маму нужно?» «Нельзя мне!» «Я ж не грабитель!» «Давай, давай!» «Шнелли, быстро!» «Товарищ, бежать!»» Венька растерянно Напялил лямку Мешка на плечи И тут шарахнул Взрыв от фаустпатрона Больше он ничего не помнил Когда он пришёл в себя На тряской полуторке Среди раненых Которых везли в медсанбат То спросил у усатого санитара «А? Чё со мной?» «Ничего, сынок До свадьбы заживёт Контузило, как полагается Да ножку твою, однако, укоротят хирурги «А руки целы?» Стревожно спросил Венька «Хе! Цел, милок, целы А ты поглянь-то на них» Венька с трудом поднял По очереди свои грязные В ссадинах руки И долго рассматривал их «Жалко!» Протянул он «Ничего, милок Заживёт твоя ножка Живой, главное, остался» Похлопал его по плечу санитар «А война для тебя кончилась» Попыхивал он махорочной смокруткой «То и дело, суя её в рот Кому-нибудь из раненых» «Да не о том я, отец Краски жалко» Устало закрыл он глаза Второй санитар показал напарнику Пальцем у виска «Ничего, пройдёт со временем» «Контузия, дело серьёзное» «Да, отец, башка-то болит, плывёт всё Но всё-таки краски мне жалко» «А ты это о чём?» «Да в мастерской, где меня подбило Немец-художник краски и кисти мне подарил» «Таких-то у нас нет» «Эй, то тот мешок чё ли, который весь в разных пятнах» «Эй, вон рядом с тобой» «Тот-то старый немец сам весь в крови» «А тебя тащит по дороге, чуть под колёса не кидается» «Тебя просил забрать и вылечить» «Всё повторял» «Гростмастер, русиш, зальдатон» «Ты чё, художник» «Да как тебе сказать» «Рисуй маленько, художником хочу стать» «Ну, брат, давай, коль такое дело» И усатый санитар укоризненно скривил губы своему напарнику В нескольких госпиталях повалялся Венька Прежде чем попал домой уже после войны Но подарок старика-художника сумел сохранить «А может, он мне и жизнь спас?» Частенько под хмельком проскакивала у него мысль «Хот те и ганс!» «А может, не все немцы были фашистами?» «С-с-с-с!» Подносил он палец к губам в кругу друзей Сидя за бутылкой Война, будь она проклята Сколько она породила бед и пьяниц Из-за горя и боли большинство людей Находили себя отдушину Хоть на короткое время в рюмке водки А после обильного возлияния Какой человек? Да никакой Так и Венька Утопил свой талант в бутылке Но в народе все равно ценился как большой мастер Хотя все эти лозунги, которые он возникал В основном и писал в клубе в подвале Для него были так Плевое дело Иногда в год раза два-три он выдавал старухам такие иконы Что ценители просто ахали от его мастерства Церкви-то в основном были разбиты и закрыты согласно закону Но к нему наведывались бродячие монахи И гонцы из потаенных скитов И заказывали иконы НКВДшники каким-то чудом узнавали Грозили пятьдесят восьмой статьей Парторг постоянно отчитывал его за слабую сознательность Венька соглашался Но после очередного запоя трезвел на некоторое время И тайком писал иконы Мастер Он в любых обстоятельствах Мастер Ашка слушал от мужиков их рассказы про Веньку И все больше загорался желанием познакомиться с ним Но стеснялся своего зрения Долгими часами, стругая из дерева какие-нибудь фигурки Он представлял себя пишущим кистью картину Но не знал, как это делается И брел в тайгу Выискивая материал для своей работы Говорят, завтра будет праздник Первое мае Выходной Это хорошо Но будет шумно в бараках от пьяных рабочих Ему-то какой праздник Им с Кузьмичом все равно пасти лошадей У животины нет праздника Сегодня вечером после работы около столовой будет собрание Для всех По случаю праздника Ашке тоже приказали быть Награждать будут Ашка видел раньше, как награждали людей чем-либо И задавался вопросом Чем же его наградят? А сейчас около столовой на взгорочке Колотили и устанавливали новую трибуну Обтянули ее красным материалом И над ней повесили красивый лозунг С портретами вождей мирового пролетариата Ну, Ленин, Сталин свои Ашка их хорошо знал А вот двоих других бородатых Маркса и Энгельса Он почему-то не признавал Чужие они, совсем не наши Зачем их рисовать? Вот когда он будет художником Он не будет их рисовать Так рассуждая, он тайком наблюдал за действиями рабочих Устанавливающих трибуну и помост сцену Из привезенных из села досок Говорят, и концерт будет Петь и плясать будут приезжие артисты в красивых одеждах Да, концерт будет, когда закончатся торжественные речи И разъедутся власть в село Люди хорошенько набуферятся И пойдут разбираться друг с другом Да на завтра запасутся водкой в достатке А гулянки без драки не бывает Ашка это уже твердо знал А ночью воронок заберет неуправляемых Вот тебе и праздник Вот тебе и первомай Хоть волком вой А хочешь собакой лай Гулянки-то в лесу, на полянах, на свободе Только чем все это оборачивается? Зачем столько водки привозят в буфет? Ведь она же невкусная, горькая А пьют, удивлялся пацан Ладно, пора уж к столовой идти Но вон люди стали собираться Сидеть все равно не придется Скамеек мало, а сядешь, прогонят блатяги Порторг еще вчера заходил на конюшню И приказал идти на собрание чистым и причесанным Ашка пошел к ручью и долго тер илом руки Потом достал из кармана крохотный кусочек мыла Пахнущего земляникой И начисто вымыл лицо и руки Волосы причесывать почти не приходилось Они еще не отросли Тюм-да? В месяц раза два стриг его наголо Вошка не будет, утверждал он Но вошка все равно была Хотя и мазал ему голову тюм-да какой-то мазью Обещали построить баню на участок Но так и не построили Как-то возились зимой в баню В село желающих помыться Пока ждали очереди, намерзлись Потом в прожарке одежда у многих подгорела Ехали назад, машина сломалась Снова намерзлись Да простыли на трескучем морозе Так что мылись кто где и как мог А кто и не мылся вообще И ничего А рядом жили в столовке ели От грязи не треснешь и от чистоты не воскреснешь Огрызались некоторые пьянчуги, замызганные в конец Если им предлагали хотя бы руки вымыть Ну, летом в жару, правда, отводили душу в речке Купались до одурения и стирали одежду Так что вот-вот через недельку-другую Смельчаки уже опробуют воду А там и для всех раздолье начнется Зиму-то пережили, слава богу Трудно, но пережили А сейчас живи-радуйся Зелень прет, скоро зацветут травы В хорошем настроении подошел Ашка к трибуне Осмотрел ее, почитал лозунги, посвященные Первомаю И, покосившись на бродатых Маркса и Энгельса Утвердился в мысли Нет, рисовать он их не будет Отошел в сторону И, прислонившись к молоденькой березке Стал оглядывать собравшихся Затрещал мотоцикл Подъехал участковый с кем-то в люльке Потом подъехал Бобик Оттуда вышли тощий главный инженер Порторг леспромхоза с какими-то людьми Последним подъехал Воронок с НКВДшниками Воронок отогнали далеко С глаз долой Хоть сообразили, чтобы настроение не портить Переглядывались люди Всюду смех, шутки, дым валил Коромыслом от курящих Приехавшие уселись на скамью За столы, вынесенные Столовые, покрытые красной материей Порторг из Бобика Стал выносить какие-то пакеты И разложил их на столы Потом, поздоровавшись с народом Влез на трибуну и зачитал состав президиума Есть возражения? Напряженно глядя в толпу Спросил он Возражений не было Начались поздравления по случаю Наступающего первомая Люди оглушительно хлопали в ладоши Смеялись, выкрикивали Когда буфет откроют? Потом главный инженер Зачитал объемы кубатуры Заготовленного леса на участке Сетовал на стихийное бедствие Но, несмотря ни на что Сознательность рабочих Махового леса участка Оказалась на высоте Намеченный план по заготовке Перевыполнен Поздравляем вас, товарищи! Наиболее отличившиеся работники Награждаются премиями и подарками И он зачитал список награждаемых Парторг стал вызывать к трибуне Награждаемого и вручал ему То конвертик, то пакетик Че там, че там? Интересовались любопытные За работой узнаешь! Важно отвечали им Товарищи! Недаром партии и правительство Постоянно напоминают нам О происках врагов советской власти О бдительности наших граждан Важное сообщение об этом Сделает наш участковый инспектор Капитан Жмаков Да знаем! Давай, награждай калмычонка Да буфет открывай! Неслись крики Нетерпеливым буфет быстрей подавай А тут о сознательности речь идет Потому что в такой же жизненной обстановке Где, казалось бы, все нормально И каждый ходил рядом с бедой Только один человек смог обнаружить Эту беду в образе бандитов Хе-хе-хе! Дэк у него ж зоркий глаз, как у орла! Выкрикнул какой-то урка Но вот в том-то и беда У зрячих не хватило разума Отличить белого от черного А человек, лишенный войной одного глаза Смог не только выследить бандитов Но и обезвредить их И доставить к органам власти Объясняю Это были особо опасные преступники Загубившие не одну жизнь Нанесшие социалистическому государству большой урон И вы ходили рядом с этими людьми И не исключено, что вот в этих рядах Скрывается до поры до времени враг советской власти Ну, жмаков, поехал не в ту степь Загудели в толпе Так вот, товарищи Чтобы знали героя в лицо И приглашается сюда для награждения Совершивший героевский поступок Спецпереселенец Балаев Ашка Участковый замялся Отчество Назови, отчество Прошипел ему порторг Участковый глянул в грамоту И весело взмахнул ею Ну, где там Балаев Ашка Дарваевич? Ну, иди, чего стесняешься? Подталкивали Ашку десятки рук Ашка смущенно переминался с ноги на ногу И его удивленно рассматривали приехавшие чины Это вот этот вот оборванец скрутил двух бандитов? Так сколько ж ему лет? Тише, тише, он понимает по-русски Шептал импорторг Толпа смеялась, подбадривала пацана Требовала ему медаль Так вот, товарищи За задержание двух особо опасных преступников Спецпереселенец Балаев Ашка Дарваевич Награждается почетной грамотой районного НКВД А от руководства леспромхоза Ценным подарком за возврат двух лошадей И он вручил растерянному Ашке Объемистый пакет, завернутый в плотную бумагу и грамоту И это еще не все, товарищи Встал из-за стола тощий главный инженер Приказом директора леспромхоза Наш герой, хотя и несовершеннолетний В виде исключения Принимается на работу в ваш коллектив Помощником конюха С соответствующей оплатой Испытательный срок ему не нужен Товарищ проверен временем Давно бы уж надо было Майлса пацан без зарплаты Неслось в толпе Слава тебе, Господи, крестился Кузьмич Услышал мои молитвы А сейчас, товарищи, концерт Районная гидбригада приглашает вас на концерт Выскочил толстенький человечек В бабочке-шутовском колпаке На настил вихрем выскакивали Наряженные парни и девки И под баян закружились в пляске Ба, когда это артисты приехали Никто и не видел Удивились уже подвыпившие мужики и бабы А то они артисты, чего рот раздявили Буфет давно открыт Окликали несведущих Оттоварившиеся счастливчики С оттопыренными карманами Начальство и власти уехали НКВДшники в Воронке тоже уехали Но не все Их собратья в штатской одежде На правах своих остались И тоже делали вид, что желают напиться до одури Поглядывали, прислушивались к шумным разговорам Артисты попели-поплясали И также незаметно ушли к речке Там их ждала машина А народ гулял, веселился Темнело С трибуны с треском распоролась красная материя Покосился лозунг с изображением четверки пролетарских вождей Силуэты в штатском тут как тут Запоминают неосторожных парней Выясняющих колями свои отношения между бригадами Нечаянно задета трибуна Плоховато была закреплена одна сторона лозунга А может специально? Статья одна Пятьдесят восьмая Враг народа А к полуночи, когда угомонятся страсти И уже начнут трезветь головы от крепкого сна Воронок вернется И неосторожные враги народа будут увезены Куда? Пока в район А потом выполняя разнарядку этапом в Норильск, в Магадан, Колыму Велика Сибирь Необозримы ее просторы А как только уехали артисты Ашка с Кузьмичом отправились на конюшню Держа на показ содержимое пакета В нем были хромовые ботинки Правда, чуть великоватые Штаны, пиджак и рубаха Все было чуть великовато Ничего, пацан, подрастешь Хлопали его по плечам рабочие Грамоту Ашка нес тоже на показ Сам жмачка давал, рука давал Радостно сообщал он встречным Да тут, брат, за такое дело тебе и медаль полагается Да куды там, себе выкрутили Хорошо, хоть так, а то совсем обносился Хороша подарка Радовался пацан Придя в конюшню, Кузьмич заставил Ашку вымыть ноги И, разодрав свою старую рубаху, отдал ему на портянки Носков-то не было Старые сапоги выбрасывать не стали Бросили в угол Отремонтируют, сгодятся Надели новую одежду Совсем другим человеком пацан стал Черные блестящие ботинки приятно поскрипывали Эх, не видит Тюмда Лошадей еще до собрания Тюмда угонял в ночное Ну, ты это Старую одежонку не выкидывай Постираем ее, да и будет для работы годна А новую береги, годы в люди выйти К художнику в село как-то съездим Да видишь, и в школу тебя приглашают Рассказать мальцам, как ты бандитов поймал А там книжки обещали выдать Вон, сам парторг говорил Работать теперь будешь Хочешь какие-то рубли будешь получать Слава тебе, Господи! Крестился Кузьмич А ночью, как и положено Черный воронок увез из соседнего барака Троих мужиков и одну бабу Посветили фонариком на спящих Хорошо подгулявших мужиков с разбитыми мордами И загребли Под шумок попалась баба, вздумавшая защитить своего приятеля За компанию загребли ее Тем более она очень понятно кричала НКВДшникам Из-за какой-то красной тряпки, упавшей на землю, людям жизнь портить? Много чего еще кричала озверевшая баба, когда ее пытались уговорить добровольно зайти в воронок Так нет же Пришлось применять силу А в барак, где жили калмыки и бригада урок, которыми раньше командовал Клин, живший теперь в комнате коменданта, как-никак мастер теперь, Клин просто не пускал никого Встав гигантским столбом в дверях Скрестив руки на груди Он доходчиво объяснил властям, желавшим войти в барак Как известно вам Здесь передовая бригада отдыхает И тот самый герой, который вам бандитов поймал Схитрил он Пьяных и бузотеров у нас нет Сам следил за своими рабочими Так что всем надо выспаться Завтра всем баракам идем ни свет ни заря в орешное на праздничную демонстрацию Порторг приказал Опять хитрил он Так что с праздником вас У нас все нормально Лишних людей нет Если что-то вам надо, ищите в другом месте Похмурились стражи порядка, посвящались и ушли во второй барак И что им надо, нашли Главное, план выполнить и услышать хотя бы одно не очень приятное слово А начальство свыше не спрашивает Кто с какого барака и за что взяты Взяли в воронок, значит, была причина Через год, когда Ашке исполнилось уже восемнадцать Арестовали и его За что? Спрашивали друг у друга рабочий махового участка А в балагане, где он вырезал фигурки и лепил из глины Кто-то подсмотрел и донес властям, что с той грамоты, которой наградил его районный НКВД Вырезана четверка пролетарских вождей Что такое за грамота без портрета Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Ленина и Сталина? Да ничего, как это можно советскому человеку без этих символов, предсказавших красивую жизнь? Значит, этот человек не советский, а враг народа А где должны быть враги народа? Известно По пятьдесят восьмой в самых трудных местах Сибири и Севера Тем более спецпереселенец, каким был Ашка Без родителей, без голоса, без прав Калмык, депортированный в 1943 году Со всем своим народом И получивший права и реабилитацию в 1956 Но до этого надо было еще дожить А сейчас шел всего 1951 год Ашку больше никто никогда не видел Балаган с его фигурками подожгли НКВДшники сразу после обыска Хорошо, что Ашка часть своих поделок подарил леспромхозовской школе В кружок народного творчества Где и осталась о нем память О кладбище, где похоронена его мать Заросло мелколесим Там шумит молодая тайга Дорогие друзья, уважаемые слушатели Это была лишь первая книга из серии Я Калмык С одноименным названием Дальнейшие книги в серии обещают быть еще острее Еще интереснее Благодаря Давиду Исаевичу Книги распространяются абсолютно бесплатно Если где-то вы встретили тот момент Что с вас просят денег за прослушивание данной серии Огромная просьба связаться с нами по телефону Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь Этот же телефон является ватсапом телеграмом Присоединяйтесь к телеграм-каналу К остальным социальным сетям Там вы найдете огромное количество По-настоящему интересных и эксклюзивных книг И, конечно же, вся серия Я Калмык Будет выложена на ютуб-канале Актер Костя Суханов И всех официальных интернет-площадках Огромная благодарность от создателей серии аудиокниг Тем людям, которые поставят лайк Да или даже дизлайк Обязательно напишите ваш комментарий Нам очень важна обратная связь и ваше мнение Тем, кто делится с друзьями этой серии Этими аудиокнигами Друзья, вам огромное-огромное спасибо Мы только начинаем И дальнейшие книги будут более объемными Более насыщенными И по-настоящему захватывающими Еще раз спасибо за лайки, комментарии, подписки И, конечно же, репосты Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь Прямой номер телефона Кости Суханова Ватсап и Телеграм Есть чат-болталка в Телеграм, где мы общаемся двадцать четыре на семь Также по этому номеру вы можете отправить свою поддержку в финансовом плане На Сбербанк, Тинькофф или Яндекс.Банк через СПБ Обязательно напишите, что понравилось, что не очень Так мы сможем от книги к книге в серии улучшать качество Процветание вам и вашим семьям Сделано с любовью и уважением Костя Суханов Костя Суханов